Обыски в 5-й коррекционной школе Красноярска не связаны с проектом Доброшколы и закупкой оборудования, заявили в Министерстве образования. А директор учреждения, которое уволилось сразу после проверки, сделало это по обоюдному соглашению сторон. Это официальная версия. Напомню, обыски в коррекционной школе прошли в кабинете руководства, а в сети появились фото неоконченного ремонта, вздувшаяся краска на стенах, плесень и неподключенные раковины. Сообщалось о нерабочей пожарной сигнализации. При этом федеральные источники связали эти недочеты с действиями местных чиновников и реализации 15-миллионного нацпроекта Доброшкола. В заведении оборудовали 9 мастерских для детей с ограниченными возможностями, но сегодня в Минобре опровергли эти обвинения, заявив, что имели отношение только к оснащению классов, и оно еще не окончено. В рамках нацпроекта не подразумевался ремонт помещений. Реконструкцию школе оплатил край, и именно эти траты заинтересовали силовиков. У проверяющих как раз таки не возникло вопросов к закупке оборудования, но из краевого бюджета школе были выделены деньги, деньги на ремонт крыши и установку оконных блоков. Вот как раз таки у проверяющих возникли вопросы к процедуре и качеству этого ремонта. Все, что было в СМИ выставлено, что там не подключено некое количество оборудования, где-то там не подведена вода, это не является нарушением. Там один кабинет на сегодняшний день, в котором пока не подключено 5 единиц техники. Согласно плану графику, которые также утверждены с Министерством просвещения Российской Федерации, эти подключения должны были завершиться до 2 ноября.